Ну, если говорить конкретно обо мне, ну, кризис казался на всех артистов, конечно же, концертов стало меньше, потому что стало меньше денег у людей, вот, и у корпораций, и вообще в стране, тех денег, которые тратились на концерты, на какие-то там мероприятия, вот, но это не страшно на самом деле, потому что, это уже касается других вопросов, да, что мне 45 лет, я пережил этих кризисов за всю мою жизнь, государство еще при советской власти и позже несколько раз, в общем-то, много обещало, и все эти обещания заканчивались отъемом финансов, в том числе и у меня лично, и у моей семьи, да, причем значительных финансов, поэтому где-то с 98-го года мы в моей семье, достаточно большой, мы себе не позволяем уже расслабляться, вот, и я, например, взял на вооружение, мою любимую фразу, любимое, как бы, такое изречение Никиты Богословского, великого советского композитора, не верьте слухам, дождитесь их опровержения, вот, 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 эта формула играет просто в десятку всегда, вот, когда, там, Герман Оскарович говорит, что все пройдено, то есть, а, там, другой банкир говорит, что еще далеко не пройдено, а другой опровергает, то тут понятно, что, как бы, не верить нужно и тому, и другому, то есть, нужно все-таки исходить из своего опыта и понимать, что, что в нашей стране все возможно, то есть, возможны всякие сценарии, и мы давеча, вот, в декабре видели, я вдруг вспомнил, там, 93-й год, там, Павловскую, эту, знаменитую, да, как бы, реформу, когда люди бежали в магазины и гребли все подряд, просто, то есть, на последние деньги, на которые, там, еще неделю назад можно было купить трое Жигулей, да, то есть, можно было, там, урвать мопед какой-нибудь, да, я это помню, как сейчас, поэтому я бы на месте, вот, просто народа, вообще, на месте тех людей, у кого еще остались деньги какие-то, то есть, я бы не доверял никому, то есть, все-таки, есть, есть какие-то спокойные островки на земле, есть какие-то уже устоявшиеся правила, то есть, нужно следовать им, так что, я думаю, что далеко еще кризис не пройден, то есть, нам еще придется хлебнуть, и, то есть, эта ситуация, она, никто ее особо исправлять не собирается, вот, то, из-за чего все началось именно в этой, в этой стране, в нашей стране, да, вот, поэтому, тут, тут трудно сказать, то есть, прогнозировать, что там дальше выдумает, там, наш МИД, там, или выдумает, там, другие наши министерства, вот, если конкретно знать программу, завтра мы сделаем это, завтра это, послезавтра это, пока что мы знаем, что никто не собирается ни с кем ни о чем договариваться, поэтому, я думаю, что ближайшее время, пока никто ни с кем не собирается договариваться, то есть, нужно свою кубышечку держать где-нибудь подальше от кубышечки государства, пока не отняли последнее, да.